В вишивах есть такое понятие мишмур. Это можно перевести как охрана, дозор. Суть в том, что молодые люди, которые учатся в вишивах и любят учиться, в четверг ночью они стараются учиться как можно больше, как можно дольше, и даже соревнуются в этом. Один говорит, я учился до двух ночи, другой говорит, я до пяти утра учился. Третий говорит, я вообще до рассвета учился. В пятницу учебы нет, поэтому после утренней молитвы можно спокойно выспаться, спокойно подготовиться к шабату. Да, это называется мишмур. И вот сейчас мы с вами тоже сделаем мини-мишмур. Всем доброй ночи, всем шалом. С вами в прямом эфире Давид Плискин из Святой Земли. Спасибо всем, кто находится со мной. Как видно, как слышно. Напишите, пожалуйста. Как видно, как слышно. И сегодня мы изучим очень важную идею из недельной главы. Идею Раби Цадука Коэна из Люблина. Отлично. Сергей, спасибо вам. Шалом из Ослу. Ох, Норвегия. Да, вай, вай, вай. Отлично. Даже из Норвегии нас слушают. Класс. Итак, дорогие друзья. Значит, мы сейчас изучим, на самом деле, очень, очень, очень классную идею. Я уже много лет назад ее слышал. И до сих пор я просто кайфую от этой идеи, когда я вспоминаю о ней. И это не просто мудрость. Это то, что для нас, для нашего поколения, для каждого человека реально очень, очень релевантно. И очень, очень, очень важно. Так что, дорогие друзья, пристегните ремни на эти несколько минут, сконцентрируйтесь, отключите мобильные телефоны, и мы взлетаем. Итак, Раби Цадук Акоэн из Люблина. Он говорит такую вещь, что у каждого человека есть в сердце три любви, которые должны находиться в гармонии. Если в сердце человека присутствует только одна любовь и отсутствуют две другие, это приводит к катастрофе. Да. Это приводит к бедам. Это приводит к разрушениям. Примеры находятся в нашей недельной главе, недельная глава Ноах. Первая любовь, которая находится в сердце каждого человека, это любовь к Торе. Ну, когда еще Торы не было, скажем так, то есть она еще не была дана, можно это сказать, любовь к мудрости, или, например, человек, который не знает Тору, не знает, что есть Тора, это любовь к мудрости. Эта любовь, она была у поколения потопа. Наши мудрецы говорят, что они достигли больших вершин в науке, но у них не было любви к ближнему и любви к Всевышнему. И мы знаем, что, к сожалению, конец их был печальный, как, наверное, вы слышали то, что написано в недельной главе, что, в конце концов, потоп их всех уничтожил, кроме Ноаха и его семьи, и животных. Не всех, кстати, животных определенных, да. Это первая ситуация. Значит, любовь к Торе, да, важно, чтобы она была не только одна любовь к Торе, она должна быть вместе с любовью к Всевышнему и любовью к ближнему. Когда они находятся в гармонии, тогда человек продолжает жить, как полагается, в соответствии с волей Творца. Следующая любовь, которая находится в сердце человека, которая должна гармонировать с остальными двумя любовьями, если так правильно сказать, это любовь к ближнему. Поколения Вавилонской башни, если мы возьмем, они были объединены одной идеей. Это было определенное братство, единение. То, что они впоследствии стали класть вместо кирпичей грудных людей, грудных детей, возможно, это тоже проявление этого единения, что они настолько, настолько, как бы, готовы принести часть себя во имя целого, во имя общей идеи, что даже, не о нас будет сказано, не дай бог, они детей даже могут повести на смерть. И о нас будет сказано в плане небожественной идеи, противобожественной идеи. Мы знаем ситуации, когда, очень тяжелые ситуации, когда, к примеру, Хана, она, как бы, отдала своих детей на смерть, то есть, сказал император римский, кто сейчас не поклонится, идолу, тот, того я казню, и все дети Ханы, по-моему, у нее было семеро детей, они не поклонились, и уже даже, по-моему, сам император сказал, слушай, давай, вот я брошу монетку, и он, как бы, нагнется и поднимет монетку, и таким образом, как бы, поклонится, я его прощу, и Хана сказала, нет. Есть три греха, за которые человек, еврей, должен быть готов идти на смерть, это идолопоклонство, кровосмешение и убийство. Окей. Значит, вторая вещь, это любовь к ближнему, да? И третий пример, третий любовь, это любовь к Всевышнему, о которой говорится в недельной главе уже Лех-Леха, о первых двух говорится в нашей недельной главе, и, как вы думаете, у кого эта третья любовь была, но не было двух остальных любовей, любовь, как это правильно сказать, любови, назовем так. Так, посмотрим, кто, что пишет. Шалом из Иерусалима, да, шалом всем, пока я жду ответа, как вы считаете, у кого присутствовала третья любовь к Всевышнему, но не было двух остальных. Зураб спрашивает, почему называется Воды Ноаха. Я не знаю точно, но вообще Воды Ноаха связывается с такими, то, что на человек, вот водопотоп, это когда вот человек выходит, например, на работу, и на него начинается, начинается обрушиваться всякие мысли, идеи, какие-то отъедцарара, да, какие-то препятствия, какие-то, какие-то, как это называется, желание что-то сделать против воли Творца, да, выпало нужное слово, может, вы мне подскажете, когда человек что-то хочет, очень, да, но это против воли Творца, да, вот это, в принципе, называется Воды Потопа, А Воды Ноаха, может быть, я уверен, что есть глубокий смысл, может быть, это, ну, какая-то часть вот этого смысла, окей, пока я не вижу ответа, тогда я вам скажу, это третья любовь, любовь к Всевышнему, без любви к Торе, Торе, и без любви к ближнему, она была у жителей из дома, прошу прощения, говорят наши мудрецы, что изначально жители из дома, когда нашли это благодатное к тому времени место, они хотели устроить в нем просто рай на земле, приближаться там к Всевышнему, как полагается, ну, как полагается, как они понимали, да, приближаться, потому что они не знали ни Торы, не было у них любви к ближнему, но у них было желание приближаться к Всевышнему, но так как у них не было вот этих двух остальных любовей, то Всевышнему в конце концов пошлось прийти на крайнюю миру, пойти на крайнюю миру, если так правильно сказать, в их отношении просто-напросто их уничтожить. и кстати, из этого мы видим, из вот этих трех ситуаций, которые я привел, что если уж есть одна любовь, если вы уж хотите, чтобы у вас была одна любовь только, то пусть это будет любовь к ближнему, потому что, как мы видим, тех людей, вот это поколение Вавилонской башни, у которых была только любовь к ближнему, их Всевышний не уничтожил, он просто их разразнил по миру и перепутал их языки. Да? Вопросы? Если есть, пишите вопросы, я немножко подожду. Так, жители дома мерзости ознакомили, поэтому Творец их уничтожил. Да, конечно. Мы говорим то, что пишет, то, что говорит нам Рав Цадок Акоин из Люблина, он говорит суть, он говорит корень, откуда это произошло. То есть, он говорит, что причина в этом, да, он смотрит один определенный пласт, что причина этому, она очень интересная, причина этому та, что у человека, у людей в доме, не было любви к ближнему, не было любви к Торе. То есть, человек, что мы учим? Что каждый из нас должен посмотреть на себя. какая у вас есть любовь превалирующая, какая любовь, она находится на более низком уровне, может быть, не дай бог, вообще отсутствует, да, и то, что вообще отсутствует, нам нужно это развить, поднять себе, нужно обязательно, чтобы у каждого человека, для того, чтобы ему гармонично приближаться к Творцу, ему нужно, чтобы у него была любовь к Торе, любовь к Всевышнему и любовь к Ближнему. Если вы спросите, с какой любви начинать, я думаю, что с любви к Ближнему, говорит Равазик Шер, очень большой, известный, достаточно, раввин, он говорит так, что если человек хочет любить Творца, то пусть прежде научится любить ближнего, и тот, кто женат, ему и проще всего, и тяжелее всего, нужно научиться любить жену, давать ей без желания брать, да, это то, что поможет вам по-настоящему полюбить Творца. Если человек говорит, я люблю Творца, но не люблю людей, значит, он не любит Творца. Филом из Москвы, да, я из Питера, кстати, город Попротимы, Зура пишет, думаю, они даже не знали, что такое любовь. Возможно. Окей. Хорошо, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, от 1 до 10, насколько полезен был для вас этот эфир, если полезен, если вам понравилось, делитесь им с друзьями, с подругами, и я желаю нам всем, чтобы все три любви гармонично уживались в нашем сердце, и будьте счастливы.